О, Патрик, смотри, доезжаем. Это пляж. Сколько здесь народу сегодня. Ну всё, Патрик, останавливайся. Смотри, кого только тут нет. И миньончик, и все тут. Как тут весело. Ух ты. Всем привет. Губка, Патрик. Давайте сюда. Тут свежие коктейльчики. Подходим в бар. Выбираем фрукты, коктейли. Тут всего полно. И всё очень свежее и прохладное. Всех тут жду. Подходим в наш бар. У нас тоже свежие фрукты, свежевыжатые джемы. А также мы предлагаем прохладительные напитки в глиняных кувшинчиках и мороженое. Ну что, Патрик, смотри, чего только тут нету. Да, это точно. И кого только тут нету. Сегодня будет какая-то очень интересная новость. Поэтому все собрались на пляже. А ты что, Губка, не слышал? Мы же с тобой летим на Луну. На Луну. Вау, это классно. Но как мы туда долетим, Сэнди? У нас же не получится. У нас с тобой, Губка, всё получится. Оденем в скафандре и полетим. Оттуда нас доставят миньоны. Это они нам предложили экскурсию на Луну. Потому что у нас есть специальный аппарат, который нас моментально доставит на Луну. А на Луне вам понравится, это точно. Там очень красиво. А пока не улетели, подходите в наш бар. Попробуйте хоть мороженое. Посмотрите, какой глиняный кувшинчик. Там очень холодный напиток. Не сидите, Губки, дома. Постоянно он куда-то летает. Ничего страшного, пусть летает, если ему так нравится. А пока они летают, может, у меня получится выкрасть рецепт по изготовлению крахсбургеров. Планктон, почему у тебя никогда не вылетит эта мысль с головы? Зачем он тебе нужен? И так же всё хорошо. Но самое главное, это чтобы с ними ничего не случилось там на Луне. И будет очень интересно послушать их рассказы. И мне очень интересно, когда Губка с Патриком рассказывают. У них такие интересные, захватывающие истории всегда о их путешествиях. Посмотрим, кто на этот раз они нам привезут и что они нам расскажут. Мистер Крабс, вы слышали? Сегодня Губка и Сэнди улетают на Луну. Да, конечно, слышу. Все только про это и говорят. Вот я тоже еду посмотреть, как они туда взлетят. Ну что, тогда поехали, а то мы можем опоздать. Конечно, поехали. Такого я пропустить не могу. Вперёд. Конечно, не пропустим. Успели. А мы думали, не успеем. Нам очень хотелось вас проводить. Мы ждали вас, мистер Крабс, поэтому пока ещё даже не стали переодеваться. У нас же есть специальные скафандры для полёта на Луну. Так вы будете настоящими космонавтами. Отлично. Форма нужна всегда. Тем более скафандры. На Луне может быть разная. Да, там наверняка придётся тяжело дышать. Но ничего, Губка, вы привыкшие. Мы не зря выбрали лучше. Губка легко справится с этим. И заодно посмотрит, как там живут на Луне. Может, даже не захочется возвращаться обратно. Да нет, вы что. Обратно я всегда приеду. Тут же мои друзья. Ну что, Губка, пошли переодеваться. Пойдём, Сэнди. Я примерю этот скафандр. Везёт вам, Губка. Вот мне бы тоже на Луну слетать. Как бы мне хотелось это всё посмотреть. Ничего, Патрик, не переживай. И твоё время придёт. Сейчас они слетают, а потом ты полетишь. А посмотрите, какие у них костюмчики красивые. Ух ты, смотрите, какие у них костюмы. О, это настоящие космонавты. Это просто загляденье. Ух ты, они настоящие космонавты. Привет, друзья. Вы снова в гостях у Потапа. И сегодня у нас, как обычно, новый игровой набор. Imaginext. Панч Боб и Сэнди. А это нас приветствует жизнерадостная Губка Боб. Наши главные герои Сэнди и Губка. А в этом игровом наборе, посмотрите, у них есть специальное оружие, которое выстреливает сеткой. Ну а тут наших героев мы видим в скафандрах. Видимо, они куда-то собрались далеко. Привернём коробочку и посмотрим, что с другой стороны. Ну вот, наши герои готовы к обороне. Ну а тут мы видим игровые наборы, которые нам рассказывают о новых приключениях Губки Боба. Любимая распаковочка. Вынимаем и разглядываем. Ну вот наши герои. Это красавица Сэнди в костюме космонавта. А это Губка в своём космическом скафандре. Это сетка для ловли преступников. А это специальный аппарат, который выстреливает этой сеткой. Перед нами игровой набор, где Сэнди и Губка Боб космонавты. Ну а у Сэнди, конечно же, как она без своего цветочка. И вот её цветочек на этом скафандре тоже присутствует. Хвостик аккуратненький у Сэнди, потому что она белочка. Сразу видно, что Сэнди приготовилась к полёту. Посмотрите, какие у неё башмаки. Это специальный обувь для экскурсий на Луну. Ну и понятное дело, Сэнди очень рада, что летит. Губка очень интересная в скафандре. А посмотрите здесь, это не простое стекло. Оно увеличительное. Он может увидеть всё далеко-далеко, потому что это стекло всё увеличивает и приближает. И такое ощущение, как будто всё ряда. Посмотрите, какое оно выпуклое. Вот здесь всё это видно. Ну и посмотрите, какие мощные башмаки у Губки Боба. Он тоже готов к полёту на Луну. И видите, какой радостный. Ему это очень нравится. Ну а это специальное устройство, которое выстреливает сеткой. Поэтому от Губки никто не убежит. Ну а сейчас посмотрим, как Губка с ней выстрелит. Сейчас найдёт цель и выстрелит. А мы будем наблюдать. Итак, цель найдена. Губка прицеливается, чтобы не промахнуться. И выстрел. И сетка полетела. Хопа! Есть! И враг в ловушке. Посмотрите, из этой сетки уже никто никуда не вырвется. Вперёд, друзья, на Луну вместе с Губкой и Сэнди. Я подлетаю к бикини-ботам. О, вижу Губка Боб. Ух, сколько народу собралось сегодня. Ух ты, сколько народу меня тут ждёт. Как тут много их. Ну всё, я приземляюсь. Как я рад всех видеть. Вы смотрите, какой летательный аппарат. Вот на этом они полетят на Луну. Ну вот я и на месте. Стоп, машина. Шшшш. Отлично, вот я и на месте. Ну вот сейчас я спущусь вниз. Привет, друзья. Я иду к вам. А чтобы долго не спускаться, у меня здесь специальное устройство, которое называется катапульта. И я сейчас просто вылечу. Нажимаю на кнопочку, и катапульта срабатывает. Смотрите, друзья, как я вылетаю. Хопа. Хопа. Ну что, вот я уже тут. Моя катапульта, это как скоростной лифт. Раз нажал на кнопочку, и ты уже внизу. Как вас тут много сегодня собралось. Только я что-то не вижу губки. И Сэнди, я же прилетел за ними, чтобы отвезти их на Луну. Мы знаем об этом. Они пока переодеваются. Они одевают специальные скафандры, чтобы быть как космонавты. Они очень долго ждали этого полёта. И они очень рады. А вот, кстати, они идут. Посмотрите, друзья. Вот они, наши красавцы. Вон они идут. Ух ты, какие они красавцы. Ну вот и мы. Ну как вам наши костюмчики? Посмотрите, какие они классные. Ну вы самые настоящие космонавты. Какие классные скафандры у вас. Ну теперь сразу видно, что вы космонавты. Ну давайте быстрее на Луну, и потом нам всё расскажете. Как там интересно. А потом я вам всё расскажу. Знаете, какая будет интересная история. Не просто интересно, а великолепный будет рассказ. Ну что, Губка, полетели? А меня зовут Кевин. Я вас доставлю на Луну. Если вы готовы, тогда вперёд на мой космический корабль. Да, конечно, готовы. Давайте же быстрее взлетаем. Подождите меня. Я кое-что привёз для тебя, Губка. Тебе это понравится. Это специальное оружие. Зачем нам оружие на Луне? Губка, нам на Луне всё пригодится. Давай, Патрик, что ты привёз? Посмотри, это специальное орудие такое. Оно выстреливает сеткой. И эта сетка очень крепкая. Из неё никто не сможет выбраться без помощи. Спасибо, Патрик. Ты настоящий друг. О, вижу. Ну, сейчас проверим это орудие. Губка, попробуй попади в меня этой сеткой. Итак, прицеливаюсь. Ну что, миньончик, держись. Итак, выстреливаю. Пошёл. Есть. Поймали миньона. Ну это точно, Губка. Ты очень меткий стрелок. Из этой сетки точно не вырвешься никуда. Ты в плену. И тебе никто не сможет помочь, потому что сетка очень крепкая. Ха-ха-ха. Ну что, видел, Губка? Вот так вот. Это я тебе подарил. Спасибо тебе, Патрик. Классная штука. Ну, нам теперь ничего не страшно. Можно смело лететь на Луну. Ну как, готовы к погрузке? Итак, нажимаю на кнопку и открываю грузовой отсек. Начинаем грузиться. Грузовой отсек открывается. Происходит загрузка. Все загружаемся. Поднимаемся наверх. Губка, теперь твоя очередь. Я тоже поднимаюсь. Ну всё, мы на месте. Ох ты, ох, как классно в этом космическом корабле. Чего только здесь нет. И всё так видно в это окошко. Ой, как классно, всё так видно. Ой, как нравится мне этот космический корабль. Быстрее, я буду лететь на Луну. Мы загрузились. Можно взлетать? Взлетаем. Ух ты, классно. Быстро мы долетим до Луны, я знаю. Чётко мне нравится летать. Мне тоже очень нравится. Ну что, если все готовы, то взлетаем. Вперёд. Ну всё, поехали, взлетаем. Взлетаем. Пока. Ждите нас. Мы скоро прилетим. И всё вам расскажем про Луну. Пока. Всё, мы скоро. До Луны ещё два часа. Но это совсем другая история. Субтитры сделал DimaTorzok 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 Субтитры сделал DimaTorzok